МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среда ВНТ, здравствуйте! Давайте для начала разберёмся вот с этим. К нашей безопасности имеет прямое отношение. Сначала Зеленский в Брюсселе практически бросил вызов. Не возьмёте в НАТО, сделаем атомную бомбу. Затем публикация в Бильд со ссылкой на украинского чиновника. Украина в рамках нескольких недель может создать ядерное оружие для применения против России. Правда, очень скоро появляется сообщение, что советник Зеленского опроверг данные Бильда намерения Украины восстановить ядерный арсенал. Вот, Ольга Игоревна, это как понимаете? То, что напутали что-то немецкие журналисты, или кто-то спешно одёрнул украинскую сторону? Я бы говорила здесь не о шантаже ядерном, потому что чаще всего вижу такие заголовки о том, что Киев шантажирует. Я бы говорила об амбициях. И они очень логичны в русле того, как развивались отношения Запада с Киевом. Вот это та точка, которую Зеленский сегодня ставит в отношении Запада, и она естественная. А чего вы, собственно говоря, хотели в самом начале? По поводу того, сможет ли Украина создать ядерную бомбу, я думаю, что об этом должны говорить специалисты. Но они разделились наполовину сегодня. Многие говорят о том, что это невозможно в короткий период. Вторая группа, даже три группы, говорят о том, что грязная ядерная бомба может быть создана Киевом, и не нужно обманываться на этот счёт, откладывать и не рассматривать этот вопрос. И третья группа, я к ней тоже присоединяюсь, оружие могут просто завести Запад для того, чтобы обострить ситуацию. Но прав ли Бильд, и есть ли одёргивание? Конечно, есть. Конечно, есть. Накануне выборов в Соединённых Штатах Америки и в развитии ситуации, которая есть сегодня в Европе, конечно, Киев одёргивает. Никому сегодня не нужна проблема ядерного оружия в Европе. Когда это очень далеко было в 1945 году, и когда это опробовали американцы, то тогда да. А здесь у себя, в их доме, они, конечно, этого не хотят. Они постоянно в своей риторике, Киев повышает градус. Для чего? Надо на кого-то свалить ответственность за неудачи. Они же не могут сказать, что мы дураки, нам надо было вести переговоры в Минске, перед началом СОО надо было соблюдать Минские соглашения и договариваться в Стамбуле. Нет. Они говорят, мы победили, но вы ничего нам не даёте из того, что мы просим. Вот сейчас вы не разрешаете нам ядерное оружие. Не берёте в НАТО, понимая прекрасно, что в НАТО никто никогда не возьмёт. Что это сказка, иллюзия. Ни Европейский Союзу в таком виде Украина не нужна, ни в НАТО она не нужна. Это всё обман и сказки для киевского режима. Поэтому градус постоянно повышается. С другой стороны, есть же попытки втянуть всё НАТО в прямое столкновение. Им же надо, чтобы за них кто-то воевал. Как? Постоянными провокациями и этими вбросами. Но что американцы будут думать на это? Ведь ядерная бомба на Украине – это риск для них. Это если бы только был риск для России, они бы давно согласились, дали бы всё. Но это риск и для Европы. Ладно, Европу не берём. На неё плевать американцам давным-давно. Но это риск для них. Потому что если это будет неуправляемый процесс, а с ядерным оружием процесс всегда станет неуправляемым, значит прилетит ядерный. Последний раз, помните, когда Зеленский с высокой трибуны говорил про ядерное оружие? Да. Ровненько перед началом специальной военной операции. Им мало? То есть это говорит о том, что в общем-то все берега уже пройдены? Абсолютно все пройдены берега. И это во многом ещё и бессилие. Потому что они не могут никак переломить ситуацию. И ещё я хочу в этом контексте сразу про нас. Беларусь, Россия. Вот несмотря на наличие ядерного оружия, ни Лукашенко, ни Путин ядерными дубинками никогда не махали. Ни в одной речи президента Беларуси, президента России не было сказано что-то, что бы угрожало миру. Наоборот. Во всех выступлениях нашего президента подчёркивается одно. Упаси Господь. Не дай Боже. То есть никогда Беларусь бы на это не пошла, если только не будет чрезвычайной ситуации. Вот в чём разница. Ответственность не пустой трёп, не просто угрозы, а реальная политика. Послушаем Владимира Путина. Это опасная провокация, потому что она будет, безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. И самое главное. Она заключается в том, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже об этом говорило. Ещё до того, как кризис перешёл в горячую фазу. Они уже тогда, до этого заявляли о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. Здесь обратите внимание, что Зеленский, он же не сам пишет себе речи, правильно, и делает заявление. Всё это однозначно согласовано и с Вашингтоном, и с Лондоном. И правильно было отмечено, что тема наличия ядерного оружия на территории Украины исключительно важна в преддверии президентских выборов. Для того, чтобы хоть как-то показать какой-то плюс или какую-то, условно, в кавычках, победу демократической партии и штаба Байдена, Харрис, в этом проекте, в проекте Украины. Поэтому, естественно, они говорят, смотрите, Европа-НАТО нас не принимает в свой альянс, в свои союзы, но мы готовы дальше эскалировать ситуацию, готовы даже принять на себя удар, ядерный удар, потому что наличие ядерного оружия у них на территории однозначно будет означать возможность нанесения по Украине ядерного удара со стороны, в том числе и России, или в случае атаки на Белоруссию с нашей стороны. И они говорят, смотрите, мы жертва, мы готовы принять эту роль, но вы сделаете шаги. И тем самым говорят, что демократическая партия с Байденом и с Харрис все сделала для того, чтобы спасти демократическую Украину. А вот история, которую разгоняют сейчас украинцы с переброской в Россию северокорейских военных, это тоже для того, чтобы оттенить эту историю, поднять градус, чтобы на этом фоне сказать, нам единственное, что остается, это ядерное оружие завести. Если слушать иностранные СМИ все по теме Украины и Северной Кореи, они в открытую говорят, что наличие северокорейцев в режиме СВО это уже третья мировая война, потому что это уже не конфликт России с Украиной, а это вовлеченность уже какой-то третьей стороны. Хотя все забывают, что Украину полностью, 100% поддерживают, сколько там, 50 с лишним стран. И фактически это и есть уже квази-третья мировая война. Но понятно, что ни в одних СМИ это не освещается. И буквально начала тиражироваться информация о том, как в Википедии освещается СВО. Написано Россия, кто ее поддерживает, в том числе Северной Кореи. И тут Украина одна. То есть никто ее не поддерживает. И одна суверенная, независимая такая Украина сражается с целым полчищем этих представителей с Востока, дикой азиатчины. Но мы все прекрасно понимаем, что это исключительно западная пропаганда. И ориентирована только на одно. Спасти этот проект в Украине. Одно слово по Северной Корее. Вот они там пишут, Северная Корея, какие-то солдаты Северной Кореи, не важно. Где фотографии у них постоянно в СМИ? Американские наемники, французские, английские, немецкие, польские, литовские, они об этом молчат. Им это не нужно. А почему Северная Корея? Почему Северная Корея? Они живут штампами. А им надо демонизировать дальше Россию и Беларусь. Вот что знает среднестатистический американец или европеец? Мало что. Северная Корея. А, слышал, это же фильмы и статьи про ужасную какую-то Северную Корею. И это ужасная якобы Северная Корея в глазах западного обывателя. Она с Россией. Значит, значит что? Значит и Россия такая ужасная. И тут картина рушится. Мы об этом, я не буду сейчас говорить отдельно. Саммит в Казани и все разрушится. Поговорим о нем. Юрий Валерьевич, вот смотрите, две цитаты, и потом интересно будет ваше мнение услышать. Это Дмитрий Песков по этому поводу. Информация о якобы отправке в Россию военных КНДР противоречива. И относиться к ней следует соответственно. И гораздо более остро на это реагирует на эту всю информационную волну. Сестра Ким Чен Ина, Ким Джон ее зовут, она заявила, что Украина и Южная Корея похожи, как две капли воды, и являются, цитата, «невоспитанными собаками, выписыванными США, суетятся, попрошайничают и осмеливаются нести необратимый, нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием». Ну вот что вы думаете по этому поводу? Не только по Северной Корее. В контексте всего, что происходит, я скажу так, что после курской авантюры Зеленского сомнений в невменяемости и недоговороспособности киевского режима не осталось. Поэтому все, что они делают после курской авантюры, это банальное повышение ставок, чтобы втянуть в этот котел как можно больше стран, вот пугая западного обывателя страшилками. Зеленский, обратите внимание, еще ни разу с начала СВО нигде не подвел итоги какие-то. Вот если мы подведем итоги даже курской авантюры, на сегодняшний день Украина потеряла 30 тысяч убитыми и ранеными там, на Курской земле, и техники военной на 10 миллиардов долларов. В целом в СВО количество цифр разнятся у разных экспертов, но в принципе все говорят, что миллион уже перейден, миллион убитых и раненых. Супруга Зеленского недавно проболталась, вы, наверное, слышали, про 300 тысяч инвалидов. 300 тысяч хлопцев украинских стали коллегами в результате вот этой авантюры. Поэтому у киевской хунты счета все за границей, дети все за границей, себе и всему окружению они повыписывали справки. Мы на днях наблюдали буквально вчера огромный скандал. Оказывается, все госслужащие там по справкам, недееспособные, не могут служить в армии. Поэтому они себе свой аэродром подготовили, а здесь их задача, чтобы этот пожар разгорался, разгорался, даже не тлел. Вот в чем опасность. Поэтому по мере организирования киевского режима риски для нашей национальной безопасности будут кратно возрастать. Действительно, воевать до последнего украинца буквально похожая задача. После мобилизации людей с умственными и физическими ограничениями Киев подталкивают к тому, чтобы поставить под удар юное поколение. США призывают снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет, сообщил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Аргумент партнеров таков. Когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19. Масло в огонь подливают заклятые друзья из Варшавы. 67% опрошенных поляков считают, что украинцев призывного возраста с территории Польши следует вернуть на Украину. В целом же дуло, представленное к главе Зеленского, выглядит так. Заявление генсека НАТО. Наше послание Путину заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он не достигнет своих целей. И Украина победит. Это страшно. Звучит как приговор. Произошел на этой неделе еще один инцидент. Это необъявленный визит генсека НАТО в Киев. Я знаю, что там было, как это понятно, очевидно, по аналитике, которая у нас есть. Опять обещание. Мы будем вас поддерживать. Вы будете когда-нибудь в НАТО. Надо потерпеть. Похлопывание по плечу. И потом вы только не забудьте снизить призывной возраст. Потому что оружие-то идут, снаряды идут, а гибнуть некому. И показательно выступление одного из сенаторов в Конгрессе Соединенных Штатов Америки, который в открытую сказал, эти ребята там, на Украине, гибнут за наш экономический интерес. Они сегодня делают за нас эту грязную работу. А потом он еще привел в пример, что находится на Украине, какие богатства, на какие триллионы долларов, на которые сегодня американцы претендуют. И самое ужасное для меня, вот что случилось с Украиной, это то, что начиная с 91-го года, вначале у них забрали предприятие, потом у них забрали землю, потом у них забрали суверенитет фактически, а когда забирать стало нечего, решили забрать людей. Вот это самое страшное и трагическое, что у Зеленского, на самом деле, когда он стал президентом, торговать-то больше было уже нечем. Все до него уже продали, все распродали, все забрали. У него остался один товар – жизни. И вот сегодня идет торг этими жизнями. И уже идет торг детьми. И сколько из этих детей вернется потом? Сколько из них потом сядет за стол переговоров? А теперь опять о суверенитете. Ну были бы вы по-настоящему суверенны. Ну блин, для любого президента, для любого лидера, самая главная человеческая жизнь. Я всегда все проецирую на Беларусь. Я иногда слышу, вот Лукашенко осторожный, вот он там где-то какие-то делает осторожные заявления. Да не осторожный он, а умный, потому что для него самая главная ценность – белорус. Дети белорусские, бабушки, дедушки, чтобы ни одна повестка потом не пришла, значит, о том, что кто-то погиб где-то. Он об этом думает. Он не боится защищать страну. Он ее как раз вот так защищает, укрепляя при этом обороноспособность. Но самое страшное – это смерти людей. И если президент не боится это, вот Зеленский не боится, дети умирают, он не боится. Это страшно. Это говорит о том, что власть эта никчемна и никудышна. Ольга Евгеньевна. Отреагирую на то, что сказал Олег Сергеевич. Не соглашусь с вами, Олег Сергеевич. Никто Украины ничего не забирал. Она сама все отдала. Да, это согласен. Поэтапно, последовательно. Продали и предали. Да, продали и предали. Будем говорить так. Это да. А вопрос с возрастом 18 лет – это простое объяснение. Ведь сколько раз Запад подступал к решению вопроса возвращения украинцев, мужчин призывного возраста из Европы? Сколько раз? Наверное, не менее пяти. И до сих пор их вернуть невозможно. Нет таких механизмов. И они боятся их создать. Поляки говорят об этом уже, наверное, в десятый раз. И никаких решений принять они не могут. Ни на национальном уровне, хотя они очень смелые в укреплении своей обороноспособности, несмотря на мнение Европейского Союза. А вот вернуть украинских мужчин, закрепить это на законодательном уровне, они не могут, потому что это подорвет основы их демократии. Поэтому они идут таким путем. Давайте выбьем молодое поколение. Может быть, эти украинцы, которые сидят у нас здесь, они пожалеют и поедут сами воевать, для того, чтобы их дети не воевали. Причем при нынешнем раскладе это не мобилизация, как на самой Украине говорят, могилизация украинского населения. Да, нет, потому что 18-летние, у них ведь опыта никакого нет абсолютно, а это война, это полноценная война. Это будущее страны. Да, это будущее страны. Вы знаете, в чем еще может быть здесь коварство Запада? Мы вчера, опять-таки, узнали данные ООН, что 10 миллионов человек покинуло Украину. Население Украины уменьшилось на 10 миллионов человек с момента начала специальной военной операции. И действительно, вот Ольга Игоревна сказала, что они подступаются, страны Запада, к решению выдать украинских мужчин, но не выдают. Мне кажется, здесь дело идет не только о демократии. Они хотят, чтобы эти мужчины остались у них как рабочая сила. И, может быть, призывают сейчас Украину снизить призывной возраст до 18 лет, чтобы и это поколение сбежало и осталось там. Ведь мы уже получаем данные, что 300 тысяч украинских школьников 10 и 11 классов исчезли. Родители их просто вывезли. И еще очень важно, когда мы не просто говорим, хотя все, что мы говорим, все прекрасно знают, как мы готовимся на основе аналитики и фактов, но вот когда сами нацисты говорят о своих хотелках и желаниях, это очень важно. И в связи с этим я, если, Дмитрий Александрович, будет такая возможность, прошу показать телезрителям, заявление нациста Корчинского, который в интервью сказал, что надо призывать уже не с 18 даже, а с 14 и женщин. Это должны все увидеть, что ожидает Украину. Алексей, ну вот параллельно мы видим, что разговоры про ядерное оружие, если не ядерное, то грязная бомба, как вероятно. Не сами так привезут, что делать с населением, могилизация Украины, но при этом мы слышим, что параллельным треком идет разговор про мир. Мы видим, что происходит на фронте, какие успехи у Российской Федерации. И условия, когда были Стамбульские соглашения, они, мягко говоря, сейчас изменились. Хотя Россия у Стамбуля Владимира Путина Стамбульские соглашения снова и снова упоминает. Возможно, при каких условиях сегодня этот мирный процесс? Да, мир и мирные переговоры – это исключительно, знаете, мантра, которую они читают для того, чтобы не перевести этот конфликт в реально ядерную войну или в Третью мировую. Почему это им не выгодно? А выгодно вот такой, знаете, квазиконфликт. В первую очередь, уже здесь четко упоминалось, что основная цель, сама цель Соединенных Штатов Америки – это удержание высоких темпов работы ВПК. Представьте, темп просто за последние два года 17-19%. И все эксперты, в том числе и Макрон даже заявлял о том, что СВО и вот эта война на территорию Украины привела к чему? К тому, что западные ВПК работают в три смены, а то и в четыре смены. И темпы роста не были никогда такие высокие с момента Холодной войны. Это им позволяет решить сейчас глубочайший финансово-экономический кризис, в который погрузилась Соединенные Штаты Америки. И они все будут делать для того, чтобы удерживать конфликт на территории Украины, но не переводить его в стадию крайне горячей точки. Развязав войну Великую Отечественную, Вторую мировую, Гитлер говорил, что хочет мира. Когда американцы бомбили Югославию, они говорили, мы хотим мира. Когда они вторглись в Ирак, и миллион двести иракцев лежит в могилах, они говорят, мы хотим мира. Сегодняшние события на Ближнем Востоке. Каждый день американские чиновники говорят, что они хотят на Ближнем Востоке мира. Скорее бы все успокоилось. Мы призываем стороны опять сесть за стол переговоров. В это время ракеты, снаряды, разведка американская работают на то, чтобы конфликт продолжался. И так везде. И на Украине все эти рассказы, что они хотят мира, никак не соответствуют тем действиям, которые сегодня происходят. Более того, мой прогноз, что после президентской кампании, которая пройдет в США, никакого мира не будет. Все это продолжится. Как можно терять такую золотую жилу? Сегодня они, развязав конфликт на Украине, Европа на коленях лежит. Стоит Европа на коленях и превратилась в экономический придаток фактически Соединенных Штатов Америки. Зачем останавливать? Олег Сергеевич, подлить еще немножко. Почему начали с Украины мы? Вы согласны с тем, что это наша тема? Конечно, наша. И то, что происходит, и вопрос мира. Я предлагаю сейчас вспомнить слова президента, сказанные на днях. А потом очень важную тему обсудим вместе. Пожалуйста. На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы. Наши вопросы без нас. За нашей спиной. Да, за нашей спиной. Да, они там не оттяпают до Гомеля по лесу. Не в этом дело. Но они могут принять такие решения, что завтра половину страны придется отдать. Абсолютно президент прав. Невозможно говорить о каких-то договоренностях мирных на Украине без участия Беларуси. Более того, я расширю эту мысль. Невозможно говорить о безопасности в Европе всей без участия Беларуси. Невозможно. Региональная безопасность, европейская безопасность напрямую зависит от Беларуси в том числе. Исключив нас из этого переговорного процесса по Украине. Это крест фактически во многих вопросах договоренности. А в чем принципиальность Беларуси в данном случае? А принципиальность в том, что на самом деле украинцы должны быть заинтересованы в том, чтобы Беларусь участвовала в этих переговорах. Мы, по сути, одни из немногих, кто заинтересован, чтобы эта страна была сильной, мирной и спокойной. Потому что это наши соседи, раз. Второе, это братский нам народ, кто бы что ни говорил. И, по сути, кроме России-то и Беларуси, никто об украинцах никогда не думал и думать не будет. В словах президента было и такое. Им, говорит он, такие белорусы не нужны. Суверенные и независимые не нужны. Потому что почему наше участие в переговорах так важно? Почему к нам тянутся сейчас лидеры мировых государств? Они ценят наш суверенитет. Лукашенко самостоятельно. Страна самостоятельна. А мы, когда самостоятельны, значит, наши решения, они исходят из национальных интересов. А нам выгоден мир. И нам надо нормальное развитие. Вот исходя из этого, такие белорусы не нужны нашему роду. Знаете, мы так часто говорим об этом суверенностью. Мы независимые и прочее. Вот как вы думаете, большинство нашего народа, населения, они понимают, что вкладывается в это понятие сегодня? Я объясню проще. Вот то, что сегодня на территории Беларуси нет войны, это заслуга суверенитета и независимости. Потому что когда страна... Вы думаете, украинцы хотели воевать? Да не хотели они воевать. 90% не хотело ни Майдана, ни войны. Когда страна не суверенна, народ не спрашивает. А когда она суверенна и независима, президент и власть осуществляют волю народа. Президент знает, что мы не хотим войны. Они знают, что мы хотим мирной жизни. И на него никто не надавит, чтобы заставить Беларусь воевать. И когда они хотят выбить из переговорного процесса, это не только Республика Беларусь, это персонально еще Александр Лукашенко. Конечно, они понимают, что Лукашенко гарант суверенитета страны и принятие адекватных решений для мира и национальной безопасности всего континента. Тут как раз на днях про личностный фактор, буквально пару слов. В Молдове наверняка видели, провели опрос, каким иностранным политикам местные жители говорят больше всего. Так вот рейтинг возглавил Александр Лукашенко. Хотя вообще удивительно, там же и в Молдове в том числе такая информационная блокада, то есть достучаться туда нашей информации сложно. Параллельно мы видим, какая антибелорусская, антирусская пропаганда, и тем не менее вот видим, какое настроение в населении. Александр Лукашенко, лидер рейтинга по доверию иностранным политикам. Я бы обратила внимание на то, что американцы называют Северную Америку, Центральную Америку, Латинскую Америку их домом. Это их территория, их дела. А вот мы скромничаем и говорим о том, что нас хотят откуда-то выбить. Это наш дом. Вот этот регион – это наш дом. И вот эта формулировка того, что нас хотят откуда-то выбить, ее вообще быть не должно. Мы не должны ее использовать. Это наше дело, наш дом, и мы будем решать вопросы самостоятельно. И мы вообще ни у кого не должны спрашивать, будем мы участвовать или не будем участвовать. На границах нашей страны идет конфликт, война фактически. И она не российско-украинская. Нам только хотят ее преподнести вот в таком варианте. Переговорный процесс, он будет касаться не России и Украины, не будущего образа будущего Украины. Он будет касаться образа будущего нашего региона и мира в целом. Вот о чем говорил Владимир Путин. Никакой заморозки, никакого откладывания этих процессов здесь и сейчас. И мы будем решать весь большой спектр вопросов. А исключить нас? А кто может это сделать? Кто? Американцы будут звонить сюда и говорят, что Беларусь нужно исключить. А кто им дал такое право? Где оно прописано? Или мы будем его признавать? Мы его не признаем. У президента Беларуси и у высшего политического руководства нашей страны есть понимание, что такое на самом деле мирный план. Мы прекрасно понимаем, как остановить войну и призываем к этому, к прекращению огня, к проведению переговоров. Мы прекрасно понимаем, как надо потом восстанавливать Украину. Мы определяем и предлагаем украинскому народу контуры будущего, вступив в союз Беларуси, России и Украины. Они получат доступ к огромному рынку ресурсов. Они вернутся в семью своих народов, братских народов. Теперь, что касается плана. Вот поддержу Олега Сергеевича. Вот плана мирного, якобы, которого предлагает киевский режим. К слову, нелегитимный. Мы должны все время повторять, что их полномочия закончились. Как и президента Зеленского, так и в августе закончились полномочия Украинской Верховной Рады. Но, тем не менее, тот план, который они предлагают, предложили на прошлой неделе общественности, он вызывает просто смех, шок, недоумение. Потому что первый пункт мирного плана их, мирного плана победы, это вступление Украины в НАТО. То есть заранее, чтобы партнер твой не сел за стол переговоров, самый главный, самый болезненный пункт, из-за которого началось даже СВО. Это о чем говорит? О том, что и Олег Сергеевич, и другие эксперты правы. Если что-то не будет, не произойдет в самом Киеве, то война продолжится весь следующий год. Ну, поподробнее, пожалуйста. А что должно произойти? Это сугубо мое мнение. Сейчас в условиях украинского, вот этого юридического доюра безвластия, сейчас наиболее высокий авторитет у украинских военных. Если украинские военные в ближайшее время не возьмут контроль над процессом в свои руки, я думаю, все понимают, о чем я говорю, то Украина продолжит свое движение по пути потери государственности. И цели специальной военной операции не ограничатся только восстановлением конституционной законности и возвращением четырех регионов в ЛОНа России. Она продолжится вообще до, может быть, до того, чтобы распространить на всю оставшуюся территорию Украины. Я стараюсь аккуратно подбирать слова. Но если сейчас украинские военные не вмешаются, не защитят свою страну, от страны ничего не отстанется. Алексей. Обратите внимание на ту речь, которую говорил президент России в преддверии СВО. Он же касался как раз того, что Советский Союз, Россию, на момент заключения соглашения по НАТО, по размещению сил и средств НАТО на территории Восточной Европы, они предусматривали не расширение НАТО, помните? И Путин как раз указывал на то, что необходимо обеспечить систему безопасности, которая была как раз на момент окончания Холодной войны. А значит, Польша не в НАТО, страны Балтии не в НАТО, южные территории, южная территория славян, Болгария, это тоже не в НАТО. И сейчас же, почему НАТО так эскалирует ситуация и так нервно реагирует? Потому что они понимают, что проиграв на территории Украины, вообще проиграв СВО, проиграв в принципе свою идеологию, НАТО надо будет распускать. Мало того, придет Нюнбергский, второй Нюнбергский процесс. И всех вот этих военных преступников будут судить. В том числе и генсеков НАТО, всех, которые это инициировали, и американцев надо будет судить. Мир поменяется, и они это боятся. Мало того, когда говорят про наши территории, наш дом, надо понимать, что мы говорим и про моря. То есть они, НАТО, сейчас чего ключевое добиваются? Вначале они отобрали у нас, у Балканы, отобрали Адриатическое море и связь с Черным морем. Потом сейчас пытаются забрать и пытались через Украину забрать Черное море, а сейчас все говорят, что Балтийское море – это их внутреннее море НАТО. И отсюда включение Финляндии, Швеции в состав НАТО. И они прекрасно понимают, что их основная задача – это отрезать Россию-нас от морских путей. Нету моря, нету торговли, нету экономики. Но это им не удается. И они, естественно, не знают, как дальше. И уже идет тема про ядерное оружие и Третью мировую войну. Но они же прекрасно понимают, что любой конфликт, чуть-чуть даже на шаг вперед с Россией или с теми странами, которые имеют ядерное оружие – это удар, не как в новой доктрине России. Это удар по чем? Это же не по Польше даже, не по Украине. Это удар по Лондону и Вашингтону сразу. Они это понимают. Вопрос эксперта-эксперта. Так что делать в условиях невменяемости режима Зеленского? Что делать украинскому народу? Вы правильно отметили, что только народ должен подняться и внутри себя совершить народное восстание. Я знаю, что делать нам в этих условиях. Как бы что ни развивалось, у нас остается одна задача – понимать, что нам надо становиться еще сильнее. И Россия и Беларусь это понимают, я это вижу. Россия выполняет задачи СВО, они не поддаются на эти все рассказы, сказки, все, что им там вкидывают. Смотришь на реакцию пресс-секретаря президента, на реакцию Путина, они говорят, хорошо, хорошо, мы выполняем задачи СВО, когда будет реальное предложение и реальный диалог о мире. Вот предложили же где? В Саудовской Аравии. Что Путин ответил? Мы готовы разговаривать, страна нас устраивает. О чем говорить только? О чем мы будем говорить? Что касается Беларуси, у президента Беларуси и у нашей страны осталась одна задача, он ее выполняет. Он тоже вот слушает все эти сказки Запада и говорит, хорошо, хорошо, вы в Беларуси говорите, что не угрожаете, мы будем укреплять обороноспособность, мы готовы вести диалог, и об этом президент в диалоге говорит, в том числе и с западными странами, но как мы этот ведем диалог? Только со своей позиции национальных интересов и больше в сказки Запада о том, что они там сегодня нам благо принесут, вы только там сделайте вот это и вот это, мы не поймем. Вот послушаем президента ту самую реплику, которую он сказал на днях и которую очень многие, особенно за пределами Беларуси, внимательно прислушались. Вчера у меня был такой не публичный день, но очень тяжелый, очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько внимательно они наблюдают за нами, насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно. Вы знаете, богатейшие страны были представлены, они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать, за то, что мы, небольшая по меркам страна, нашла свой путь. Мы нашли свой путь развития. И мы достойно по нему прошли. Юрий Валерьевич, обратили внимание, как нервная такая, раздраженная реакция была и в Варшаве, и в Литве, в Стане Беглых. Столько сил было потрачено, столько денег на то, чтобы максимально демонизировать образ и сказать, что ни с кем общения нет. А тут диалог, переговоры, западные страны проезжают. Да, непростой, разумеется, разговор идет. Это признак суверенности? Абсолютно. Ведь суверенность это политическая и правовая самостоятельность и самодостаточность. И когда мы вот с экспертами ездим по Беларуси, просто удивительно, насколько за вот эти четыре года наши люди стали умнее. И никакие вот блокировки Ютуба, блокировки, которые Запад предпринимает, вы знаете, что заблокированы десятки, сотни даже патриотических ресурсов, ничего не препятствует людям получать знания. Это как вода, которая найдет свою дорогу, так вот и наши люди получают необходимые знания. Так вот, касаясь визита западников, не просто западники приехали в преддверии наших выборов, а сами американцы пожаловали. Наверняка шел какой-то торг, наверняка у них как мантра на протяжении всех 30 лет это предложение предать Россию своего стратегического союзника. Наверняка это тоже обсуждали. Но, тем не менее, понятно, что разговор был непростой, может быть, местами тяжелый. Но разговаривают-то с нами, а не с политическими маргиналами в Варшаве или в Вильнюсе. К ним никто не приехал. К ним даже встречи, которые они втихаря в посольствах с третьими секретарями проводят, они и то просят их не публичить, западники. Потому что они понимают, кто власть, кто контролирует страну и с кем надо решать вопросы, в том числе для безопасности, для мира во всем регионы. Не секрет, что я работаю зампредседателя комиссии по международным делам парламента. Я смею не просто там уверить, а то, что я вижу. Никогда контакты с западными странами и не останавливались. Это только в мозгах беглых пропагандистов после 20-го года кто-то думал, что этих контактов нет. Более того, скажу, что говорят западные дипломаты, которые покинули Беларусь. Они говорят, это ошибка наша политическая. Мы сделали страшную ошибку, что вот таким образом поступили на дипломатическом уровне. Мы только потеряли. Сегодня разговор этот идет не с точки зрения запада, как кто-то думает, что запад нам выдвигает 100 условий и их если не выполните, мы с вами говорить не будем. Дипломаты не дураки. Они прекрасно понимают, что никогда в жизни те условия, которые каким-то образом нас не устраивают, мы исполнять не будем. А почему этот идет диалог? А как его не вести? Каким образом кто-то мечтает, что этого диалога не будет? Этот диалог нужен в первую очередь к Европе. Почему? А куда Беларусь и Россию убрать? Вы что, уберете нас с континента европейского? Нет. Без нас нет Европы. Не будет никогда экономически сильной Европы. Это доказывает то, что не берем политику, экономику. Бизнес не просто стучится в белорусские двери. Встречи, которые проходят у меня лично, у них первый вопрос, как обойти санкции? Не я это спрашиваю. Европейские бизнесмены, политик думает, как же обойти санкции, которые наше идиотское правительство вело, потому что нам это невыгодно. Если сегодня приехать в Белосток, то большинство поляков скажет, верните белорусов, верните бизнес-отношения. Поэтому сегодня этот диалог идет. Президент от него никогда, кстати, не отказывался, никогда за время своего президентства он от него не отказывался. Почему? Да потому, что это выгодно нашей стране. Мы всегда со всеми разговариваем, всегда со всеми готовы договориться в наших национальных интересах. Но при этом, повторюсь, мы прекрасно понимаем, диалог диалогом, а есть их действия, как они нам всегда вели диалог, а потом давайте-ка через пятую колонну революцию вам, госпереворот, а давайте-ки мы профинансируем экстремизм, терроризм, и мы про это им говорим. Ребята, вы там экстремистов финансируете, а сегодня приезжаете и нам рассказываете сказки. Диалог мы будем вести, но ваши действия видим. Через пару минут продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Казань, как центр мировой политики, 16-й саммит БРИКС. Из 32 стран участниц, 24 представлены лидерами, президентами или премьер-министрами. Мощная альтернатива старым западным организациям, так говорят о БРИКС, эксперты всего мира. Американский журнал Foreign Affairs. Саммит момент триумфа для его хозяина Владимира Путина. Он сможет сказать, что несмотря на попытки Запада изолировать страну из-за ситуации на Украине, Россия не только избежала судьбы международного изгоя, но и возглавила прогрессивное движение, которое определит новый мировой порядок. Ольга Юрьевна, даже американцы признают, что БРИКС формирует новый мировой порядок. Да, БРИКС будет формировать новый мировой порядок, и сейчас мы видим этот процесс. Но решение по тому, как он будет выглядеть, то есть его структура, его пробывая основа, конечно, группа БРИКС не решает. Пока это еще не объединение. И нас очень часто упрекают в том, что мы искусственно завышаем статус БРИКС для того, чтобы решить собственные проблемы. Мы его не завышаем. Мы понимаем, что БРИКС сегодня это группа. Пока. А что триггером стало? Помните, какое-то время пробуксовывал БРИКС, непонятная была организация, это СВО, это объективный исторический процесс. Вот что это? Здесь вопрос в том, что на всех остальных площадках нет объединяющих тем. Даже тема климата, которая нас когда-то объединяла, она сегодня всех разъединяет, у каждого своя точка зрения. И только в рамках БРИКС, вот этой группы, поэтому она и разрастается, есть эта единственная площадка, на которой есть объединяющие темы, где можно спокойно поговорить. И второй очень важный момент. Мы видим, что сегодня накопился такой круг вопросов, болезненных для всех, которые нужно обсуждать, не принимать по ним решения, здесь и сейчас брать на себя ответственность, а хотя бы просто сверить часы, позиции. Это финансовая система и мировая экономика в целом. Это логистика, она перестраивается повсеместно, она касается не только нашего региона, на всех убеждают, но только Беларусь и Россия от этого страдают. Во всех странах мира эта пандемия еще запустила этот процесс. И третье, очень важно, это технологический суверенитет. Ведь мы задали этот вопрос здесь, на нашем пространстве, и сегодня эта тема охватила буквально всех. Вот даже эти три темы, они огромные, глобальные, а на какой площадке, давайте зададимся вопросом, можно их спокойно обсудить? Не на какой, более того, те проблемы, которые вы обрисовали в нынешней конфигурации, вот мировой политики, решить невозможно, поэтому нужно в любом случае обновлять. Так вот как раз в рамках группы Брикс идет этот процесс адаптации этих проблем. Для нас самый важный вопрос, и я его адресую всем нашим участникам, что нам позволило попасть в эшелон этих стран, которые сегодня меняют мировой порядок? Три простые позиции с моей точки зрения. Твердость внешнеполитических принципов, мы никогда себе не изменяли, договороспособность, это самая главная характеристика на сегодняшний день. И третий очень важный момент, это исключительная абсолютная мироцентричность белорусов. А я добавлю, соглашаясь со своей коллегой, значит, для меня первое, это все-таки суверенитет наш, ну это и ваши слова это тоже подтверждает. Второе, мы не развязали за все время нашего суверенитета ни одного конфликта в мире, ни одного, более того, способствовали их какому-то урегулированию. Всегда, везде, всегда, все знают, белорусы, это люди, которые будут конфликт регулировать. И третье, что, на мой взгляд, крайне важно, мы ни разу не предали никого и не обманули. То есть, когда наш президент, который отвечает за внешнюю политику по конституции, говорит что-то международным лидерам, это всегда исполняется. Мы видим, как балаболят, извините меня, по-другому не скажешь, некоторые европейские лидеры, не говоря уже о некоторых лидерах бывшего постсоветского пространства типа Прибалтики. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Если взять все внешнеполитические посылы президента с 1994 года по сегодняшний 2024 год, никто не найдет никаких противоречий. С первого дня президентства союз с Россией, с первого дня президентства он говорил, что мы готовы и будем развивать отношения со всеми странами, там, где это нам выгодно. Внешняя торговля, экономика, многовекторность, разве что-то поменялось? И миролюбие, ничего не поменялось, поэтому с нами и готовы договариваться. Вот вступление в эту коалицию, я надеюсь, мы получим приглашение на Казанском саммите вступить в коалицию БРИКС. Оно сопоставимо с такими эпохальными вещами, как вступление в ШОС, запуск в космос, арктическая экспедиция, запуск ядерной энергетики, вхождение в число клуб ядерных держав. И когда многие граждане спрашивают, а вот что нам конкретно БРИКС даст, вот нам конкретно, мы должны популярно пояснить. Ну, во-первых, это рост взаимного экономического оборота, потому что все страны коалиции, участники коалиции БРИКС показывают постоянный, ежегодный рост взаимного товарооборота. Значит, это новые пакеты заказов, это новые рабочие места, это рост заработной платы. Второе, доступ к технологиям. Сейчас Запад пытается нас ограничить, даже элементарно мы не можем на Западе какие-то заказать чипы для карточек пластиковых. Вот у нас есть Китай, другие члены БРИКСа, которые обеспечат наш технологический суверенитет, доступ к технологиям. Значит, третий момент, тоже очень важный. Создание платежной системы. Это номер один сейчас вопрос для обхода западных санкций. Потому что наши предприятия мучаются, как с расчетами, не могут рассчитаться за какие-то товары, и не могут получить эти расчеты. И вот президент России сказал, что одна из ключевых проблем, которые надо решить сейчас на саммите, может быть, даже в Казани, или хотя бы контуры описать, будущего этого решения, это создание своей платежной системы. Ну и третье, конечно, гуманитарные культурные проекты. Это тоже очень важно для нас, для белорусов, вот этот обмен этими делегациями, опытом, идеями. Мы чувствуем себя как дома среди своих друзей. А значит, все будет хорошо. Фотография, наверняка, в Казани. План фотографирования президентов, там все, что нужно знать про то, как сегодня выглядит изоляция. У нас кругом глобальное большинство, все вокруг друзья, Индия, Китай, Российская Федерация. Пожалуйста, развивайся. Алексей Алексеевич. Знаете, вот как раз ехал на съемки передачи, слушал BBC англоязычное. И они, надо им отдать должное, не использовали никакой пропаганды в части БРИКС, а очень старались объективно привлечь для передачи своих экспертов. И те в открытую сказали, что в Казани идет изменение мировой финансовой системы. Мало того, они назвали этот саммит это съезд партии роста, экономического роста. И одновременно говорит, в это же время в Соединенных Штатах Америки МВФ обсуждает ключевую проблему. Это глобальный рост долгов у Соединенных Штатов Америки и вообще стран коллективного Запада. То есть, с одной стороны рост и перспектива, а здесь тотальный упадок. И они говорят, да, мы должны быть объективны перед своими слушателями о том, что в действительности БРИКС это та организация, которая на перспективную ближайшее десятилетие определит и мировую экономику, и новую финансовую систему. Почему? Потому что те, кто выбирает БРИКС, это крупнейшие в том числе инвестиционные корпорации, которые не заинтересованы вкладывать деньги, к примеру, в Соединенные Штаты Америки, которые уже погрязли в долги. Они всегда чувствуют, где деньги и где перспектива. Коллеги, у нас небольшой форс-мажор, у нас Олег Сергеевич сегодня на расхват, поэтому мы его, наверное, отпустим. И у нас есть еще один вопрос про Молдову, или уходя, вам есть, что о ней сказать? Есть, что сказать, что настолько изнасиловали молдавский народ, вот на примере молдавских выборов, для меня показать на вся западная демократия. Опять Кремль виноват, а то, что 30 лет Молдова шагает в Евросоюз в нищете, это все забыли. Сколько граждан лишили возможности голосовать? Вот эмоций не хватает. Сколько граждан в России? 300 тысяч только говорили, что уже готовы проголосовать 10 тысяч бюллетеней. Наблюдателей никаких не пускали. Я к тому, что скоро президентские выборы Беларуси, если они хоть рот свой откроют, нас чему-то учи, надо им просто рассказать про молдавские выборы и референдум, где, извините меня, фальсификация на фальсификация. Больше, более подробно сейчас поговорим. Олегу Сергеевичу благодарим за участие и, ну, встретимся в эфире чуть позже. Спасибо. Итак, важность единства не только для развития, а для выживания стран и к вопросу опять же про суверенность крайне напряженно развиваются события в Молдове. На днях прошли президентские выборы 3 ноября второй тур. А также референдум о вступлении Молдовы в ЕС. Так вот, за и против евроинтеграции прогнозовали почти одинаковое число граждан. За небольшой перевес, хотя промежуточные результаты скакали. Фактически страна расколота. Тем временем Майя Санду заявляет, референдум состоялся, большинство граждан высказались за европейский путь развития Молдовы, за то, чтобы наша страна, говорит она, влилась в мировую семью европейских народов. Это позволяет включить в Конституцию положение европейской интеграции. Вот, Юрий Валерьевич, а как она себе это представляет, когда это не просто людей спросили, мы сегодня вечером в кино или в цирк идем? Половина страны сказала, мы принципиально против. То есть, как можно, имея перевес по такому вопросу в какой-то там процент, сказать, мы идем в Европейский Союз, потому что большинство за? Ну, Санду верна самой себе, это воспитанница Сороса, структур Сороса, поэтому там все по классике. Мир это война, а проигрыш в данном случае это победа. Так это революция пахнет? Пахнет революцией, пахнет, значит, определенными беспорядками, потому что жители Молдовы на самом-то деле большинство сказало нет, нет, это за счет участков, которые открыли в Европе, где голосовали там от Молдаван до неизвестно кого. В России практически не было. А в России закрыли они эти участки, плюс использовали классическую ночную демократию, когда был перевес противников евроинтеграции, мы видели и по опросам, по предварительным данным 58%, и тут в результате ночной демократии, когда остановился подсчет голосов на несколько участков, я наблюдал это в прямом эфире, потом сайт Центризбиркома Молдовы вообще обнулился, вот они посчитали все участки за час, а вот 20 участков они не могли считать до утра, и в результате вот применения этих инструментов ночной демократии вдруг вырвали ценой там несколько десятых процента победу, но даже это победа первого, потому что большинство по данным именно тех, кто жил в Молдове, проголосали против, и они восприняли это как левок. Ощущение, что один в один идет к Майдану, то есть мы точно так же видели страну, разделили с этой евроинтеграцией, вторая половина страны сказала, причем большинство, как вы говорите, говорит, мы хотим идти другим путем, и к чему это привело сегодня? Мы все на Молдове. идет по этому пути, я не исключаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать очень серьезные потрясения, потому что и второй тур, я предполагаю, который пройдет 3 ноября, второй тур президентских выборов, планирует вытянуть таким же образом, путем фальсификации и натяжек, как сделали вот эту якобы первую победу по вопросу референдума, поэтому ничего хорошего Молдову не ожидает. Алексей. Обратите внимание, что сама идея евроинтеграции, она не такая уже прекрасная, как это было, к примеру, в нулевых или в 14-м году, в 13-м, 14-м году. Прекрасно все понимают, что такое евроинтеграция. Во-первых, она никогда не произойдет, никакую Молдову, Украину в европейскую семью не примут. Это исключительно использование технологии управления мечтой. Скидывают мечту, но мечта-то уже не та. В первую очередь, все прекрасно понимают, что евроинтеграция не дает экономики, она не создает предприятия. Скажите, какой корпорации или банк на территории Украины создала мощнейшее производство? Новые ГЭС, атомные станции, машиностроение, металлургию создала? Ну, нет. Что привела евроинтеграция за последние вот эта мечта евроинтеграции сейчас за 30 лет? В Молдавии что у нас было на момент 90-х? Самое мощнейшее производство алюминиевого корда. Вообще почти 90% шло на рынок Советского Союза. Мощнейшие компьютеры, ноутбуки делали уже в 80-х годах именно там. Машиностроение, плюс насосы современные делали, которых не было нигде. Своё винодельческое предприятие были, механизация сельского хозяйства, аграрного сектора мощнейшая была. Сейчас же что? Всё развалено. Где все работают граждане? Да, да, везде. И в итоге встаёт вопрос, чем торгуют? Идея мечты вот этой евроинтеграции, она уже дискредитирована. И как результат мы видим вот эти итоги референдума. То, что применили политтехнологию и показали, что якобы евроинтеграция победила на референдуме, в действительности может привести только страшнейшему внутреннему конфликту и гражданской войне? Давайте посмотрим на терминологию. Ведь евроинтеграция это не основной термин. Говорят о проевропейском курсе Молдовы, а вот меньше говорят о том, что Молдова должна ступить на путь интеграции с Европейским Союзом. Вот мне кажется, на этих выборах и референдуме развели наконец-то два этих понятия. Ведь в отношении Беларуси тоже всегда говорили, проевропейский курс Беларуси должен быть. А что? Это только политическое наполнение. И сейчас в рамках референдума нужно было зафиксировать только это политическое наполнение. А вторая часть, разумная часть, молдаван и грузин, кстати говоря, они задались вопросом, а что такое с этим понятно, вот с этим термином, его наполнением. А вот курс на интеграцию с Европейским Союзом, это совершенно другое. Это то, о чем сказал Алексей. Это экономика. Как будем жить? Ведь для того, чтобы вступить условий нужно выполнить. Сколько разрушить нужно производств, земель пахотных убрать, как это делала Польша, для того, чтобы разрешили вступить лет через 10 или через 15. Что останется людям? Поэтому разумная часть, она показала, может быть, они не выражаются в таких сложных категориях, но тем не менее, она показала, что курс на евроинтеграцию или на курс на вступление в ЕС им абсолютно не нужен. А вот эта часть, которая Санду как раз и сказала, о проевропейских намерениях о проевропейском курсе Молдовы. Так это только вот то, что будет зафиксировано на бумаге, и как она говорила в предыдущие годы, так она и продолжит жевать эту жвачку. А Молдова будет разрушаться в это время. Вообще поразительно, да, то есть полностью контролируя пространство информационное, позапрещая все партии, с ними аннулировав регистрацию, весь аппарат, они не смогли победить даже на своей территории. Даже на своей территории. Благодарю за этот разговор. Ну и безусловно, главная новость дня. И она не для обсуждения, а скорее для осознанных действий в каждый день. Сегодня мы много говорили о переломных точках в истории. Глобальные процессы, БРИКС, как ледокол, под которым трещит старый мир. Говорили про гонки на выживание для стран, которые утратили суверенности могут раствориться в большом политическом шторме. Каков наш курс? Что есть наш путь в меняющемся мире? Что есть наша опора, точка сборки и единство? Вот на это мы в том числе будем отвечать 26 января 2025 года. Сегодня была названа дата президентских выборов в Беларуси. Выборы — это всегда экзамен для страны, и мы должны пройти его достойно. На сегодня все. Счастливо. Счастливо.